Да, все, как это делал. Да, все, как это делал. Значит, пока оно там шевелится, я смотрю, у нас стало раз в два больше. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Интересно, с чем связано такое удвоение VWP наше непонятно? Боже, ну что за мел здесь был, а? Ладно. Вот, значит, пока там не началось, напоминаю, что у нас курс, посвященный языку программирования Python 3, происходит он в рамках нашего куба, который называется вот так, соответственно, сайт. Вот. С сегодняшнего дня у нас будут домашние задания. Я подготовил несколько штук. Вот. Это сверхопускательное суперпократное исследование, наш начальник. Человек, который, как бы это сказать, официально это все, за это все отвечает, Гуляев Анатолий Викторович, замдекан впечатлительной техники. Зовут меня Георгий, я сотрудник компании «Подажный слой». И я сотрудник, вот это. Так что, это краткая информация для тех, кого не было в прошлый раз, и вообще ни в какие другие разные. Вот. А между тем, мы сейчас попробуем запустить запись экрана. Другой экран. Появляйся. Появляйся, другой экран. Только я тут ничего не вижу. Что там надо нажимать? Все появилось. А, вот так появилось. Вот надо теперь выключить некоторые мапочки. Так, это слишком темно, да? Ну, собственно, я на этом сажусь за путь, потому что у нас сегодня довольно большой объем работ нам предстоит. Единственное, что я забыл сделать, забыл распечатать материал к сегодняшнему занятию. Ну, придется мне, придется мне подглядывать сюда. Вот. Значит, давайте вспомним, что было в прошлый раз. По части бетона. Вот. В прошлый раз была довольно простая вещь. Мы потыкали в него пальцем и посмотрели всякие разные свойства интерпретатора команды строки Питоновского. Вот. И, между прочим, не набудили. Что-то электрически, я не знаю, почему. Ну, ладно. Вот. Посмотрели разные свойства интерпретатора команды строки Питоновского. И, вот. Ух ты, я забыл. Все сделал. Все сделал. Плант сегодняшний лекции написал, забыл, увлекалась. Вот смешно, правда? Секунду. Ну, давай. Вот. Все. Буду подглядывать сюда, потому что сегодня даже большая тема перед нами. Вот. Еще раз просто прощение. А, нет, все, остановился. Хорошо. Значит, давайте мы немножко вспомним, что такое интерпретированные, компетированные языки программирования. Совсем чуть-чуть, потому что это, в принципе, так сильно не ходит. Давайте, давайте, в нашу, в область нашего рассмотрения от начала до конца. Но, все-таки, все-таки. Значит, смотрите, у нас есть, у нас есть, компетированные языки программирования заключать, с точки зрения нас, вот, как обычных пользователей, имеет такое свойство, что, когда мы пишем программу на этом языке, не знаю, вот какую-нибудь, какую-нибудь, ой, она уже есть. Ладно. Значит, это не специальные, это останки каких-то предыдущих постов. Текст этой программы на языке программирования, в результате процесса, называемого компиляцией, даже с какими-то предупреждениями, да, значит, превращается в некоторый файл, который запускается и исполняется. При этом формат этого файла, скомпилированного, как-то раздельно, отличается от формат файлов программы. Более того, если мы попытаемся в него заглянуть, посмотреть, что там такое написано, мы увидим всякую ерунду. Это вот в лучшем случае. В лучшем случае там будет еще хуже. Значит, значит, в чем смысл? Смысл в том, что со всей очевидностью у нас наличствуют два принципиально разных механизма в работе с нашей программой. Это, собственно, компилятор, как таковой, который переводит из языка понятного программисту в язык понятного маршруда. И исполнитель вот этого самого скомпилированного файла, каков он в случае такого классического компилирования ДТС вообще функционной системы. То есть, смотрите, вот этот файл А.От, который произошел в результате компиляции, он, что там, экзекьютор был, он был формат специального типа, вообще под Linux определенной версии, определенный тип. То есть, большинство свойств этого файла относится к тому, как именно он будет воспринимать операционная система, под которую, собственно, он сам. Вместо операционной системы здесь можно, в случае компилированных языков более хитрох, например, какой-нибудь Java, Scala или кто у нас еще в виртуальной машине, каких-нибудь языков семейства ДТС, вместо операционной системы, так называемым таргетом, как-то правильно, целью, да, вот, целевой платформой, я вам вспомнил, компиляцией может быть, скажем, виртуальная машина. Тем не менее, получившийся файл будет, так называемый, запускай, но он будет запускаться только при наличии соответствующей виртуальной машины или операционной системы, то есть он будет исполняться другим исполнителем. А вот интерпретируемые языки программирования, например, китоки, или, например, здесь программирование shell, с помощью которого я управляю терминалом прямо сейчас, да, вот я же могу написать на шее какую-то программу, не знаю, например, такую, как это было с ошибкой, даже вот такую, ну, или, например, вот такую. Это не питомник, если кто. Вот. Вот вам, пожалуйста, цикл, написанный на шее. Значит, интерпретируемый язык программирования, мало того, что он включает в себя интерпретарь в командной стране, о чем мы говорим про штат, он еще обладает таким свойством, что исполнителем программы является, вообще говоря, тот же инструмент, который и эту программу разбирает, определяет, какие в ней конструкции. Короче говоря, исполнителем интерпретируемых программ является та же программа, которая производится практический анализ. Вот. Это означает, что если в нашей операционной системе или даже на нашей железе есть соответствующая программа, которую вы умеете считать исходное поле, она же будет выполнять, эта программа. Вот. Казалось бы, в общем, разница невелика, ну, там, значит, совмещенный исполнитель с транслятором, а здесь, значит, не совмещенный. Ну, то есть, наоборот, там это в случае компилирования языка не раздельный, а транслятор отдельный, а здесь совмещенный и транслятором тут же выполнен. Но те удобства, которые нам предоставляют интерпретируемые языки программирования, чреваты некоторыми особенностями. Вот. И про них-то как раз я хочу поговорить, в первую очередь. Почти всегда, почти всегда в случае интерпретируемого языка программирования анализ собственной программы по сравнению с компилированным языком, анализ собственной программы существенно более существенно более простой. Не в том смысле, что там простой синтез. И еще как, у кого-нибудь перла синтексис совершенно не записывается нирегулярными выражениями, ничем таким. Перл такой язык программирования с контекстной зависимой грамматики. Вот. Если это кому-то что-то говорит. Вот так вот. Дело не в том, что синтексис пас, а дело в том, что большинство анализа кода на этапе собственной трансляции, на этапе лексического анализа. Большинство анализа кода происходит на этапе только лексического анализа. Разберение входного потока текстового анализа и попытка определить, на какого типа идут. Что эти анализы будут значить в момент, когда вы вводите программу на интеллектурном языке программирования, понять, вообще говоря, нельзя. Пример. Вот. Пример. Я пример приводил на прошлый раз. Вот сейчас буквосочетание АСДФ привело к возникновению исключения НЭНГЕРа. То есть, во-первых, на этапе лексического анализа было определено, что эта лексема является именем, трехидентификатором. Ну, а во-вторых, в текущем пространстве ИНГЕРа это идентификатор не волнует. Стоит этот идентификатор завести любым из доступных данных способов. Ну, например, вот так. Связать с ним какой-нибудь объект. И та же самая последовательность внезапно меняет свой смысл. На этапе лексического анализа было выяснено, что это идентификатор. Затем произошел поиск этого идентификатора в пространстве ИНГЕРа вот в этом, в текущем. И бак, трафон был найден. Ну, что, правда, значит, теперь можно ими пользоваться. Обратите внимание, что одна и та же конструкция синтактически верная. И в том и другом случае. Но в первом случае она приводит при исполнении этой конструкции к некоторой ошибке, а в втором случае не требует. Вот. Типичная ситуация для интерпретировки языков, когда они живут. Мы с вами, когда будем говорить про задания и функции в Бетоне, увидим, что Бетон производит не только лексический анализ, но и некоторые начатки синтактического, на том уровне, на котором он способен это сделать, на котором это имеет смысл. Там это связано с тем, считать ли имена локальные или глобальные внутри. Вот. Но в любом случае оставшаяся часть проверки, условно говоря, правильности программы, она происходит в момент исполнения кода, а не в момент его года, интерпретации и так далее. Вот. Если коротко, что еще возникает в случае, если на них делается интерпретирование, как что будет? Ну, вот только что мы поговорили о том, что наличие или отсутствие соответствующих имен в пространстве имен это понятие динамическое, они то есть, то нет. Больше я могу удалить его. Сказать? Вот так. И оба нахуй. Вернуться к исходному. И сходному повалению идти. Вот. Наличие самих объектов где-то там в недрах, в недрах исполняющихся системы, интерпретарка, они могут там быть, могут не быть, в зависимости от того, создали мы их и не успели ли удалить. Это понятие тоже динамическое. Тип объектов, который мы связываем нашим идентификатором, тоже вещь вполне себе динамическая, как правило, потому что, вот, например, мы можем написать вот так и увидеть, что этот тип целочисленный, а можем написать вот так и увидеть, что этот тип строков. как следствия, вообще говоря, мы не знаем, заранее, видя только текст программы, является ли записный текст программы исполнимым, то есть при его выполнении или нет даже. Ну, например, мы можем написать, что такое, значит, вот А равняется А за питое В, ну, чтобы показать, помните, множественную прислабленную распаковку того, что справа, и распихнили его по связи, по тому же. Написать там 2 на 1 и 2 за питое 3, и прекрасно у нас будет выполняться операция умножения. Динамически можем применять, скажем, В, написать, что В это строчка, и операция умножения будет выполняться, или нет? Будет. Поменять А на что-нибудь вот такое, и операция умножения будет выполняться, или нет? Не будет. То есть, когда мы имеем дело с интерпретированным в другом программе, мы по внешнему виду синтетически верные конструкции не можем предсказать, не зная дополнительно, какие конкретно динамически изменяемые параметры нашей исполняющей системы это выливается, мы не можем предсказать, как и что будет выполняться. В питоне это дело доведено до такого логического абсурда, логического завершения. мы об этом еще поговорим. Ну и как следствие, вообще говоря, выполнимость самого кода вообще в целом она проверяется. Можно ли выполнить этот кусок кода? Проверяется только тогда, когда мы этот кусок кода выполняем. по большей части. Из этого следует на самом деле, что главное отличие, которое, кстати, довольно-таки не любят профессиональные программисты, главное отличие интерпретирования языка от комплинирования состоит в том, что большинство ошибок, которые вы получите, это ошибки в периоды выполнения. неправильности. Вот если вы пишете на каком-нибудь очень строгом языке типа Java или там, раньше Ada была еще, ну отчасти C++, Pascal, между прочим, очень строгий язык, то большинство ошибок, которые вы получите, это ошибки в периодах компиляции. Несоответственный типов данных, неправильный вызов функции или что-нибудь такое. Все это заранее объявляется в программе, жестко задается и проявляется в компиляции. Поэтому, собственно, очень любят учить детишек на языках с жестким силой. В питоне нет, в питоне и вообще в интерпретированиях с этим царит разные степени вольницы. В случае питона мы сейчас увидим, что и впоследствии потом еще увидим, что это проводится еще сильнее. Небольшое такое замечание в сторону. Важно. Принято считать, что в питоне иногда слышишь такие высказки, что питон язык нетипизируемый. В нем все объекты какие-то непонятные какие-то. Видите? То строка, то число. Кто меня может поправить? Вот утверждение... Почему утверждение в питоне все объекты непонятного типа неверно? Потому что имя это не объект, это всего лишь нерывный объект. Да, совершенно справедливо. Ребята, что-то знали. В данном случае это имя непонятно какого типа, а объект всегда понятный какого типа. Плитон язык с очень строгой степенизацией. Про любой объект всегда известно, какого типа вы это видите на экране смотреть. Вот это был числовой объект, вот это был строгой объект. Вообще все, что в питоне есть, все, что в итоге есть, оно всегда какой-нибудь типа. Даже, например, вот это слово тайк. Давайте посмотрим, какого оно типа. Оно типа тихо. Ну, кстати, и слово нет типа, типа, я думаю, что тип смотреть. Да? Когда вы узнаете тип объекта, то, что вам в результате выдается со всей очередностью является типом. Кроме того, мы с вами знаем, что все объекты имеют уникальный идентификатор. Давайте посмотрим, какие у нас сейчас объекты действуют. Пространство имя. Ну, например, ASDF. И вот ASDF. Вот уникальный идентификатор объекта ASDF. с именем ASDF, да? Мы в прошлый раз говорили, что имен может быть много, можно написать С равняется, Д равняется ASDF. Пожалуйста, у нас этого ASDF получилось еще два имени и идентификаторы экрана. Ида, С. Такой же, видите? Вот. Кстати, сказать, забегаю чуть-чуть вперед, есть даже такая проверка. Проверка не на равенство, а на то, является ли объект одним и тем же. С из ASDF. Трубки. Мы сейчас не будем отвлекаться. Я приводил на прошу лекции пример, когда объекты могут быть равными и не являться одинаковыми, тогда объекты не дефицитуют. Значит, ну, какие мы знаем типы в Питоне? Из тех, что нам понадобится сразу int, flot, что там еще бывает? Комплекс, кстати, есть, он нам сразу не понадобится, но он есть. Так что с комплексными числами в Питоне работаешь прямо там, берешь или вкладываешь, умножаешь, что-то типа такого, один плюс три же и пи. Это комплексные числами. Вот. Почему J не B? Я не помню. Вот он, квадратный, почему бы им. виды не очень любят большую букву I, маленькую букву L и единичку, потому что они все похожи друг на друга. Нам в этом еще поговорим в процессе метра, к чему это наиболее приводит. Вот. Числовые типы. Да? Мы с вами помним, что числовые типы в Питоне, например, целочисленные типы очень удобно непроизможно размером. то есть, ну вот, производство. Вот. Какие еще два типы? Бывает булик сети, который true и false. true и true и вот. Бывает строковый тип, понятно, да. Строковый тип. Ну, это, который, который сдается строками. По стольким мобилям бывает это хорошее, большое, типа. Бывают типы списки, константные списки. Мы про это еще дойдем. Вот. Из тех, из того, что может быть интересно нам сегодня будет знать, есть тип под названием known type. Есть такая константа known. Обратите внимание, в отличие от всех остальных, даже в командной строке константа known не выводится, когда она получается. Вот. То есть, если вы получили объект любого другого типа, он выводится, например, вот так. Именно, например, в фокусе. А known не выводится. Ну, тому есть причины, я расскажу об этом, когда мы будем прокуриться. Вот. Так вот, давайте посмотрим, какой тип у него known. known type. Тип known type, класс known type, характерен тем, что у него только один экземпляр, и это, собственно, вот эта самая константа known. Даже у буллинского типа два экземпляра, true и false, а у known type только один, known. На самом деле, в Петроиде берет много разных других типов вот, ну, например, вот такой. Нет? Или такой. Вот. Ну, мы их использовать не будем, возможно, в следующем семестре мы поговорим, зачем это бывает много. А, да. Значит, обратите внимание, знаете, на что? Мы тут используем, например, что-нибудь мы используем, какую-нибудь функцию, мы используем вообще. А мы используем функцию DIR. Помните? Какой тип объект DIR? Он, он, сам объект DIR, не то, что он возвращает. Он функция, встроенная. Ну, типа, поскольку она встроенная, то бетону все равно функция, она не эта, а это, а это на отдельном деле будет творить. мы можем определить функцию, я сгадаю сильно вперед, но поскольку это очень легко в питоне, где fun от A или все же A, хорошо, A умножить на 2, умножить на 8. Вот такая бешеная функция, просто, совершенно невероятная сложность. И главное, очень нужная в жизни. Так вот, смотрите, у него функция, тип просто function. Соответственно, если мы скажем просто function, это function, еще и уникальный идентификатор, вы увидели, так на всякий случай, чтобы мы не купили. Вот. Еще как ее в деличестве называют, эту функцию. Почему в деличестве звали? Потому что функция самый обычный объект, ну, то есть, сам, зачем, мы можем написать там что-нибудь, VVV равняется в фунт, пожалуйста, будет работать точно так же. Ну, понятно, несколько ее, одно объект, все то же самое. Значит, единственное, что, как звали, функцию VVV в деличестве, мы узнаем, когда скажем вот так, нет, не вот так, а вот так. Вот так. Она скажет, нет, слушай, когда вы его создавали, его назывался фунт, ничего не знаю. Вот. Кстати, мы можем удалить объект фунт, в смысле, и VVVV, а VVVV останется. Вот так. Вот. Обратите внимание, что в отличие от обычных объектов, которые мы пишем объект, получаем результат, вот, можем сказать, этот результат именно. Объект типа функция, а также типа функции, встроенной функции или метод, и некоторых других типов, скажу сразу, устроен более сложно. Это исполняемый объект, это называемый коллбл. Скажем. Фунт. Черт. А, мы же ее удалили. Вот. Или дир. Вот они все коллбл. Если объект поддерживает протокол коллбл, про протоколы мы постараемся поговорить, то его можно синтаксически записать, с двумя скобочками, и в результате будет исполнен код, на который этот объект целуется. Пока что нам больше ничего знать не надо, просто значит, что существует функция, которую можно вызвать, если выжать их с двумя скобочками. И здесь нас настигает, настигает, первое из, не первое, но очередное из таких вот, очередное из специфик питона, которое состоит в том, что никто заранее определяет, какое количество параметров в этой сумме, если будет. Мы можем написать вот так. и здесь нам выходит, как правильно сказать, что не было понятно, нам вываливается, предупреждение, ошибка о том, что у функций фунт было два, был один параметр, а мы передали, и этот параметр же назывался, но это происходит не в момент написания вот этого ВВС, а в момент при покупке его вызова. Функция называется, дети передают свой параметр, происходит вход в контекст функции, и там выясняется, что параметр был один, назвался он А, а мы этого не сделали. Вот. То есть это, как и многие другие, является ошибкой периода выполнения, а не ошибкой периода компиляции. Ну, доказательство, давайте просто сделаем следующий, вот, пожалуйста, видите, ничего не произошло, я функции определил, и ни одна живая слоус не сказала мне, что у функции ВВВ должен быть один параметр, а не ноль. Потому что, на самом деле, мы не узнали, сколько у них должно быть параметр, и не узнали, пока ее не вызвали. Вот. Тем более, что в питоне можно делать функции с какими хочешь параметрами, и даже как угодно называющимися. Но это не все. Вот. Вообще, на самом деле, пора поговорить о пространстве имен как каково. Вот. Потому что, это все про пространство имен, да, все, что мы сейчас делаем, это про то, где какие имена лежат. Вот мы с вами уже знаем функцию D, которую выводит содержимое так называемого текущего пространства имена. В этом текущем пространстве мы наблюдаем некоторое количество имен, которые мы сами тут завели, и некоторое количество имен, начинающихся на глоблах, ну, точнее, на два подчеркивания, потому что два подчеркивания гораздо дольше говорить, чем глоблах, поэтому говорить будет глоблах. Вот. Которые там завели сами собой. это так называемые системные или спец имена, спецполя, в данном случае спец имена, которые, в общем, хотел сказать, что с которыми мы сегодня знакомиться сегодня не будем, нет, будем, как минимум с одним. Вот. И еще с некоторыми потомками знакомиться, если я скажу. В частности, вопрос, хотелось бы, чтобы его ответил тот, кто не знает, не догадался прямо сейчас. Смотрите, у нас есть функция VVV. Отлично. А еще у нас есть функция DIR. Откуда берется функция DIR? Вот функция VVV, вот она. Где написано DIR? Дир. Вы знаете? Дир. А, правильно. Смотрите, у нас есть нечто под названием built-ins. И на самом деле это еще одно пространство имен. Дополнительное, в которое сокрыты все встроенные функции, и вообще все встроенные объекты, которые могут пользоваться похож. Вот. Давайте скажем DIR от этого самого built-ins. Вот. Ух, как там уху! буквы. Вот это на больших буквах начинающиеся все разные исключения, коих целая куча питания, больше половины. Видите? Вот. А это всякие, всякие доступные изначально, как правило, функции, но иногда и переменные, ну, в смысле, объекты, не кокол. Вот. но, как правило, это функции. Как правило, это функции. Некоторые из них мы даже знаем. Вот он DIR, например, или какой-нибудь int. Вот он int. Или какой-нибудь id. То есть все те функции, которые мы сейчас вызывали, а также у нас и другие, находятся в пространстве под названием built-ins. Таким образом, если мы вызываем какую-то функцию, вернее так, обращаемся к какому-то объекту по имени, забыл, обращаемся к какому-то объекту по имени, то сначала происходит поиск в текущем пространстве а потом в пространстве он должен быть. Ну, давайте что-нибудь такое тут. А, вон, смотрите. DIR равняется раз в три. Знаете, что сейчас произошло? Вот что сейчас будет? Дыдыдз. Он скажет так, слушайте, тут имя DIR связывает объект раз в два три. Он невыполнимый. дворчик. Упс. Вот. Да. Так, что мне сделать? Да, значит, почему это так? Потому что у нас сначала просматривается локальное пространство имен, ну, текущее, да, а в нем-то как раз мы завели имидир. При попытке его вызвать мы нашли первый попавшийся объект, связанный имидир над локальной просмешкой. Он оказался числовых два-два-три, попытка его выполнить привела к ошибке. Что мне сейчас сделать, чтобы тебя хоть заработал? Удалить. Удалить. Совершенно справедливо. Ну, слава тебе. Вот. Я сейчас удалю. по-моему правильно. Ой! Кошмар. Все. Тут уж никак. Я понимаю, что будет, если четвертая ножка табуретка отпилить. Ну, то есть, на самом деле, не совсем никак. Там есть разные способы вводить. Но их мы точно не будем рассматривать. вводить. Смотрите, на самом деле, вообще, любой объект является пространственным именом совсем другой. В принципе, написали что-то такое? Ну, во-первых, можно сказать, дел там, не знаю, раз-два-три. Среди, довольно впечатляющее количество имен заключено в константе раз-два-три. Из них добрые 80% это спецполя, видите? И немножко, немножко еще каких-то других вводить. Значит, тот факт, что любой объект является пространственным именом, носит по науке название инкоксуляция. Инкоксуляция это собственный способ организации иерархических пространственных, когда одно имя считается, входит в другое, входит в третью, входит в четвертую, входит в четвертую, ну и так. Вот. В данном случае тут, по-моему, давайте до простоты скажем, сравнивается раз-два-три. Вы знаете, почему при задании теспаналит мази-тва-три вывод был вот такой? Задание чего? Где раз-два-три? Да. А смотрите, это объект раз-два-три, у которого внутри сокрыто вот такое количество имен, мы можем написать раз-два-три точка, мы не знаем, и март. Ивангуешь, не получится 0. А, не можем. Только вот так, наверное. О! Не, ну понятно, раз-два-три точка, это такое число. Поэтому, если мы так напишем, то будет ошибка. Вот если мы здесь войдем в скобочки, то это будет явная отсылка к конструкционерации, мы будем брать ими из объекта, в который создался спущен отсуток раз-два-три. Там еще есть числитель знаменательный. Номератор-деноминатор. Да, да, да. Ну, проще, наверное, проще, наверное, сделать так, написать, написать что-нибудь типа А равняется раз-два-три и А написать раз-два-три. Номератор-два-три. Это понятно. Номинатор-единичек. Отдиратель, естественно, единичек. А как сделать рационально? Его сделать рационально нельзя, но зато вы можете писать спокойно программы, которые будут работать не только с целыми числыми, но и с рациональными драгерами, в которых вот этот диноминатор может быть не единичек. И они будут работать и с тем, и с другим. Вот. Это свойство, о котором я как раз хочу поговорить сейчас, прямо сейчас. Right now. Нет, чип тоже. Но все равно. Можешь вопрос? Да. Пространством имен является R-нет или класс, в который этот объект входит? Пространством имен это тоже объект. Поэтому пространством имен является объект в любом случае. Вообще все в питоне это только объект. И класс это объект, просто специальные свойства. Например, он колобал, Потому что, когда его вызываешь, наструируется объект. А еще есть метаклассы. Когда его вызываешь, метаклассы, наструируется метакласс. Но мы не можем проходить метаклассы. Я бы не в троху взял. Да, но большинство все-таки, большинство этих полей, а принято инкульсулировать имена в объект называть поля. Большинство этих полей колобалов. Ну, например, ну, не знаю, какой-нибудь бетле видит, там скобочек стоит. Вот. Ну, правильно, 7, 128, 128. Вот. Видите? То есть, имена, заключенные в какие-то объекты, они ничем ни в худшую, ни в лучшую сторону не отличаются от имен, которые у нас в текущем пространстве. Но все то же самое, просто они через точечку доступны. Вот я, например, вызвал ничья под названием бетле со всей очевидностью это какой-то метод, она же функция. Я думаю, что он прям так и скажет, что это функция или нет. Так и нет. То есть, работая с петоном, мы можем себе представлять, что мы берем среди таких бесконечно вложенных пространств ватт, где вообще уже все есть заранее, все, что нам нужно, уже заранее есть. Даже арифметическая операция. Смотрите. по секрету скажу, знаков арифметических операций типа звездки не существует. На самом деле, они редуцируются к особой логике вызова вот этих самых негатив. Но это так. Здесь, как сказать, такого легаси, который не выносит, может, но вызывает некоторые мозговоры с дрожжем. Поля объектов называются полями. А колбол поля объектов называются медленными. Такое вот слегка рекурсивное определение. Некоторые поля называются полями, а некоторые медленными. Поэтому, когда вы говорите о полях, имейте в виду, какие именно поля вы имеете в виду. Просто поля или те поля, которые не методы, или там, галитетические поля. Теперь нам становится чуть-чуть более понятно, что такое вообще операция связанной, типа а равняется раз-два-три, или там а равняется чему-то там. Вот здесь у нас создается объект, вот здесь у нас либо мы создаем новое имя в пространстве имен, либо мы задействуем стали, уже имеющиеся имя, после чего это имя начинает связывать с этим. Все. Более того, теперь, в общем, понятно, почему у нас такая засада с использованием несуществующих имен. почему эта ошибка является ошибкой периода выполнения, а не ошибкой период конференции. Да потому что вот у нас здесь пространство имен. Кто же его знает, что там лежит? Вот лежит там что-то. Вот мы набрали какое-то слово, оно идентифицировалось как идентификатор. Ну давайте теперь его искать в локальном пространстве имен. чтобы то есть смотрите сначала мы все сделали потом у нас программа начала работать потом эта программа заскочила до какого-то места где произошел лексический разбор в этом месте написано а вот тут мы можем подозвать МСБ мы искали на диска здесь сейчас пространственном не нашли его там вы не нашли а если он найдется разжиг не выглядит все так и так тип каждого объекта в итоге строго однозначен и ровно в зависимости от того какого типа объект с ним происходят какие-то вещи у него в зависимости от типа разный набор полей с ним можно делать разные операции или вообще вот это всегда проверить можно ну собственно типа type от a is inf st ну вот все по-моему когда вы связываете объект именем или путем включения его в составную структуру данных вроде списка неважно связываете объект связи типа нет тип объекта не проверяется то есть вы можете написать код который допустим при передаче объекта функций проверяет такого типа этот объект внутри функций и так и так ругают но это вы напишите этот код синтаксически никакой проверки между тем какого типа объекта связывается не происходит вообще любая конструкция любая конструкция в которой и какой имя связывает какой объект синтактический верно и вообще с точки зрения синтеза любая функция или любой метод применим к любым данным любом количестве до тех пор пока вы ее не вызовите эту функцию с точки зрения инвекции это однозначно так и до тех пор пока вы не пытаетесь вызвать даже количество параметров не будет проверено когда вы функцию вызовите количество параметров будет проверено питоном а вот тип этот параметр не проверит за вас никто вообще об этом мы будем говорить когда мы говорим о функции поймем почему это хорошо а не плохо любые составные структуры данных списки числе словарей еще что-нибудь могут состоять из любых объектов опять-таки если вы сами не написали какой-то код для проверки что это не так в объекте может быть что угодно в частности когда вы называете функцию ей просто передается константный список каких-то объектов он же кортеж и в этот кортеж можно включать какого угодно пасхотных пасхотных действий над объектами всего лишь вызов нет вроде того вот этого а который здесь не применит то и арифметические операции над объектами это тоже понятие динамическое мы с вами видели в примере что число на число дает число число на строку дает строку а вот строка на строку дает что ничего не дает дает ошибки да даже эта штука проверяется только в момент выполнения не минуты раньше хуже того из того что у данного объекта не было метода бла-бла-ад-бла-бла в тот момент когда вы его завели еще не следует что в тот момент когда вы вызваете операцию сложения этого метода не будет а вдруг он там появится под конец семестр мы будем говорить про объектную модель пактона и там мы увидим что вообще любые классы они динамические кроме тех которые строят то есть вы туда можете добавлять поля удалять оттуда поля сами и больше добавить поля бла-бла-ад у вас появится операция сложения соответственно если попробуете сложить что-то у чего метода нету то будет ошибка не в смысле что нельзя сложить а в смысле отсутствует идентификатор адр это так к слову поля из этого следует одно из важных одно из важных свойств петона который довольно аккуратно эксплуатируется и активно эксплуатируется при программировании в петоне так называемый даптайпинг или неявная динамическая экспедация собственно то что я сейчас говорил про типы данных про типы объектов это и есть неявная динамическая типизация с точки зрения петона собственно даптайпинг происходит вот чего если вам нужна утка и у вас есть по определению что утка это то что крякает и плавает то вообще любой объект который крякает и плавает это утка в любом случае если вам одну утку нужно чтобы она крякает и плавала то все что крякает и плавает это утка даже если она поэтому замыхает и спускает радужные газы и еще что-то сделать другое поскольку вам не нужно проверять вы не используете проверку того не махает ваш объект или нет а только крякает и плавает все что крякает и плавает в этом смысле битон устроен именно так чуть ближе мы про это поговорим когда мы говорим а сейчас все дальше прежде чем практически такой как это правильно сказать обязательный элемент я не могу про это не сказать хотя большинство из нас я думаю все понятно что такое программа на битон вот мы сейчас по большей части исполняли из командной строки какие-то какие-то кусочки пытается сказать это довольно большие кусочки там в принципе можно прямо в командной строке целую программу написать но если она стоит более чем из одной строки это конечно неудобно поэтому мы вместо того чтобы писать команду в командной строке напишем команду программу в она тут есть ой тут много всего давайте что-нибудь попроще так ну как какое-нибудь любое число да а нет давайте не так сделаем давайте пока закомментируем это комментарий если если стоит решетка все что после решетки это комментарий не уполняется нет эти лучше задать вот так напишем смотрите вот вам программа та же программа на битоник а равняется сто пятьсот а вот та же программа которая водорожка вы что-то я ничего не писал давайте попробуем вот так тоже нет а вот так сто пятьсот ну а наконец выгл короче говоря только я еще выдал три подсказки понятно вот она выдала вот это вот это и вот это не правильно ну да и вот это а вот это не выгл потому что эта программа лежала в плане смотрите короче говоря если вы пишете сценарий на питоне и запускаете его вот таким способом вот таким способом то ситуация когда у вас повешенный объект с которым ничего вы не делаете она не прокатывает этот объект не уводится поэтому нам приводится писать музыку на этом заканчивается различие между интерактивным и неинтерактивным выполнением сценарий все что вы делаете в интерактивном режиме абсолютно так работает неинтерактивно вот за одним исключением объекты которые просто сгенерированные ничем не связаны болтаются просто так они не выводятся значит программный петлю какая-то цифрская еще маленькое вступление в сторону линукса правда совсем оно такое ну вообще не линукс любой идеи подобной системы смотрите а если я хочу запустить эту программу ничего конечно не произойдет хорошего она скажет что линукс интерактивной строки баш скажет что не такой программы нет для того чтобы ее запустить нужно соблюсти две вещи во-первых эта программа должна лежать там где лежат программы в линуксе программы лежат не везде не абы где а они лежат вот в том вот в таком месте вот в одном из этих оборотов вот сюда давайте попробуем выполнить так теперь он говорит что выполнить нельзя то есть он ее нашел видите по имени линукс нашел где лежит где лежит соответствующая программа но говорит что ее нельзя выполнить и здесь наше отступление собственно почти закончено мы должны сказать что эта программа исполняемая в линуксе есть просто специальный гид специальный атрибут файлы если он установлен истинно то программа выполняемая если ложь то не выполняем надо сказать чмот это еще не все да совершенно справедливо это еще не все потому что по умолчанию если вы не указали собственно какой интерпретатор должен выполнять эту программу по умолчанию она будет выполняться shell ну и shell конечно не понимает что такое команда значит мы должны еще дополнительно сказать а кто собственно должен интерпретировать эту писать вот так это видно на этом собственно наше отступление в сторону заканчивается вот эта конструкция называется шибанг это значащий комментарий который говорит что а вот этот сценарий пожалуйста обрабатывайте вот этой программой запись это всего лишь место где лежит пайден 3 вот это видите соответственно теперь все заработано чтобы закончить с этой темой скажу что таким образом вы можете писать на индексе программы которые обрабатываются чем угодно хоть вашей программой напишите в шибанге место где лежит ваша программа и пишите скрипт по вашей программе фактически вот такая запись это абсолютно такая запись как вот так собственно она к этому и приводит был бы у нас издавал про управление или про питон я бы показал как там запускается процесс как этому процессу как дается параметр ну так последнее что надо сказать непонятно для кого потому что все вы и так это знаете что у нас процесс программирования оперативный вот например мы писали программу пытались ее запустить она не запустилась вы посмотрели что там не та а да понятно что еще она запустилась решили написать более хитрую программу заработало сейчас а плюс плюс 4 понятно я хотел написать какую-нибудь синтаксическую неверную вот вот видите чуть ли не единственный случай когда программа еще не запущена и ошибка нам выдала не исключение как случаев как случая ошибки передополнения а прямо синтаксическое что в самом начале это питон ну потому что он попытался распознать эту строку она даже на лексику не разложилась точнее не так на лексику она разложилась он нашел плюс нашел умножить и искал ребята ну между плюс и умножить и стоять должно это операцию двухместное операция плюс а чем может быть у нас операция двухместная не бывает синтаксическая редкий случай когда вы я не буду вас обвинять когда я не просящил настолько сильно что интерпреминатор Петона вырубился прямо сюда вот эта штука называется цикл редактирования отладка тестирования то есть сначала вы программу редактируете потом пытаетесь ее запустить отладку отладку дебаг отладка дебаг избавляете от ошибок которые приходят когда вы запускаете и наконец вы тестируете на тестовом наборе данных чтобы она работала так как вы хотели сравниваете входную часть выхода вторая часть нагрузилась по балету сегодняшняя это собственно разговор про некую реконструкцию языка программирования интерьер насколько мы успеем я подозреваю что я немножко фигуручен но посмотрим прежде всего мы будем разговаривать сейчас про логические выражения логические операции вот это все прежде всего напоминаю что есть типу который содержит две константы трое толс и собственно про них обычные говорят логические выражения мы с вами этим уже вовсю пользовались мы писали что-то типа а равняется в сравнении на равно это операция сравнения на является другим ну что еще можно меньше равно понятно больше тут ничего страшного все я думаю понятно меньше вот тут сразу как бы значит если вдруг непонятно как это работает у нас есть объект на который ссылается имя а объекты на который ссылается имя в операция сравнения она конструирует третье объект являющийся результатом сравнения этот объект вуллевский true или false ну вот это false или true нам будет немножко синтаксического запора питон позволяет строить конструкции как математики можно писать так 2 меньше 2 4 меньше 3 равно 10 0 а b c d равняется 1 d d d а меньше b меньше c меньше n обратите внимание что в большинстве языков программирования такая конструкция либо вообще не сработала потому что ну почему понятно либо сработала так мы бы сравнили а с b результат бы сравнили с c а результат этого сравнили с d если в вашем языке программирование true запрещено сравнивать с целым числом то тут была бы еще ошибка вот в итоге мы бы увидели ну это случается извините это будет домашнее задание это будет домашнее задание а еще да повыше когда мы писали там сто пятьсот плюс плюс четыре там и здесь плюс четыре это был унарный плюс нет просто проверил а умного плюс четыре плюс это унарный плюс плюс это унарный плюс знаете что 3000 med то есть положительное число делает положительное систол это что Вам чем не нравится эту строчку можно распасить? можно какие проблемы я не понимаю вернемся к нашим барабану смотрите, как работает тут, к сожалению, получилось хотя могло бы и получиться х давайте мы об этом сделаем не 1, 3, 5, 7 а 0, 1 0, 2 0, 4 и 0, 7 вот, вот теперь эта конструкция выдаст фолк а, что? меньше фолк потому что меньше фолк сейчас, все правильно она не должна быть фолк а меньше фолк это 1 это фолк на самом деле это тру ну, то это 1, конечно а почему тогда меньше фолк потому что 1 меньше фолк а, что, понятно потому что там, в конце концов, получается тру там где-то 0, а этот 0 меньше, чем понятно то есть вот так вот, да? вот а вот так вот между тем true понятно значит, как эта конструкция раскрывается? вот такая, да? она раскрывается так же, как она раскрывалась в ваших любимых языках программирования если вы любите себе фолк а именно а меньше b and b меньше c and c меньше b abs ладно это то же самое, что а меньше b b меньше c меньше b это верно вообще для любых операций сравнение с этой ну, намного красивейше читать вот так, чем вот так вот значит, домашнее задание в питоне есть такая прекрасная штука, как операция принадлежит им ну, например, принадлежит ли им в списку раз два три та принадлежит а ставим вот этому не принадлежит да? значит, принадлежит ли фолкс в списку, в котором только фолкс? принадлежит да? является ли фолкс фолкс? является со всей очевидностью вот такая конструкция должна дать должна дать что? фолкс домашнее задание почему так? я только что рассказал об этом вот значит на этом прикол заканчивается потому что начинаются приколы немножко другие и более сложные а там там не нет тогда там вот ну подсказывай вот нет 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 ты нет прийти отбираться вам не поможет слушайте, ну правда, давайте мы сами решите, почему это так давайте вот я не будем это разгрывать на ленту, ладно? ладно, давайте давайте лучше по другой поговорим давайте лучше поговорим по другой смотрите все мы знаем операции И или нет операция в гибрологике где-то ниже девиунцев и конъюнцев кто из них знаешь? конъюнцы это И, да? а девиунцы это И ну, например, not, false false and true классик хорошо что будет? конечно орфург что будет? тут все понятно в итоге так же, как в стадии C практикуется, так называемое частичное вычисление вот этих двух аккордаций по следующему принципу смотрите если у нас в операции N первый ее оперант равен false почему равен результат? false всегда значит, вы можете записать например, что-нибудь типа A равно 0 N единица делить на A меньше 2 обратите внимание, что сейчас будет как-то донуться false потому что первый оперант уже false второй оперант не вычисляет вообще если вычисления не надо производить если вычисления не надо производить, то они не производятся смотрите, компьютер просто так та же самая фишка с операцией OR только в обратную сторону если первый оперант уже true второй оперант не вычисляет по-моему, понятно в C и C плюс плюс то же самое боюсь собрать, но в жале кажется что-то так поправьте меня никто не знает, что это тоже для этого ну вот удобная штука с помощью него даже делают условные операторы прямо в строительстве такие условные операторы ну типа A, B, C ну это ладно это дело неожиданное это первая особенность не самая такая экзотическая языка а вот вторая особенность гораздо более интересная смотрите в питоне любой объект может быть логическим выражением вообще любым, совсем любым помните вот в C логическим выражением может быть условно любой объект любой объект сводили к целому числу да, там густая ссылка кажется может быть нулём хотя не всегда этим люди пользуются это неправильно это не всегда так уж точно целые числа могут быть ноль и не ноль ноль это false не ноль это true так вот в питоне так вот в питоне любой объект может быть либо пустым и это false либо не пустым это true пример да, вот этот объект был объект true стал false вот этот объект был false стал true этот объект был true стал false это пустой объект false стал true этот объект это список был пустой стал true этот был полный стал false вообще любой то есть в основном операторе может использоваться любой объект и он будет проверяться на пустоту просто он оказывается мы сейчас поговорим вот ну это очень удобно вы когда пишите забегая вперёд что-то типа if a это означает а не пустой именно так понимается и дальше что-то там если вы пишете if a равно нулю это означает a равно нулю то есть вам важно не то что объект пустой да а важно что он равен функции ответа ну такая база по словам я не знаю как еще объяснить необходимость вот ровно такого понимания объекта пустой или не пустой считается что ровно один экземпляр хорошим тоном делает так что ровно один экземпляр нашего класса пустой а все остальные не пустые только пустой список пустой а все остальные не пустые только ноль пустое число а остальные не пустые ну и так далее и вот тут внимание настаёт довольно забавный момент смотрите если мы понимаем true и false как пустоту и непустоту объекта то нам совершенно не обязательно при выполнении операций end и ор заменять эти объекты на true и false мы вполне можем оставить их как есть смотрите если я напишу а равняется а б равняется ну скажем 1 2 3 это было 1 2 3 плохое слово кв 1 2 есть значит что а n в оба объекта не пустые значит результат какой должен быть true конечно оба объекта не пустые результат true как мы это делаем проверяем первый объект он не пустой значит мы проверяем второй объект он тоже не пустой предположим второй объект был бы пустой проверяем первый объект он не пустой значит надо проверять второй он пустой и так результат этой операции пустота или не пустота совпадает с пустотой или не пустотой объекта б а 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 еще раз поскольку у нас есть такое причисление проверяем первый объект на пустоту и если он не пустой то тогда операция n проверяется и мы случайно с вами тут обнаружили что результат true и false совпадает собственно с истинностью и ложностью вот этого второго объекта ну так давайте его и возвращать если здесь будет пустой объект то что у нас вылетать получится ноль мы проверим первый объект он пустой значит результат пустой надо возвращать в первый объект если он был бы не пустой проверим его второй смех смехом а здесь реализована несколько иная пуля ваутбора по отношению к нам привычной вот она все еще динатная ну потому что у нас есть только значение 0 0 но она уже как бы сказать содержит в себе два объекта а сколько больше у этого есть какие-то какие-то побочные интересные известные которые я честно говоря интересно посмотреть что можно сотворить с такой вот неклассический абсолютно такая же картина с операцией 1 если он не стоит возвращаем его а если пустой возвращать таким образом еще раз операции end и и вылетал и проверим на пустоту первого объекта если он пустое мы возвращаем его операция и проверим пустоту первого объекта не пустое, возвращаем его, а если пустое, то возвращаем второе. Где там логика? Какие экологические операции? Прямо так. Домашнее задание, для тех, кто не гневит, поверьте, пожалуйста, что таблички истинства, построенные для операции N и Ор в бульверо-алгебре классической и в понимании Питоновском, они одинаковы. Они действительно во всех четырех случаях приводят к одному этапу. Ну, осталось совсем немножко. Давайте посмотрим какой-нибудь результат. Ой, нет, осталось немножко. Эфиопитно оценивает. Окей, ладно, я попробую. Значит, смотрите. Давайте запустим какую-нибудь результат, в котором мы пишем программу «Искольческую сонную операцию». Заодно, забегая вперед, расскажу, как вводить данные, потому что нам домашние задания живут. В Питоне есть единственный, в таком классическом Питоне есть единственный операцию, который вводит что-то с клавиатурой, который называется N. Возвращает он струб. Не вдаваясь пока в подробности, скажу, что мы с вами будем пользоваться такой волшебной таблеткой, которая называется E. Смотрите, A равняется, ну, скажем так, A, 2, 3. А, это строка такая, правильно? Вот A. E-вал от A. C, D, E равняется E-вал от A. C, D, E. E-вал – это функция, которая берет и интерпретирует строку, как если бы это была конструкция Питона. А равняется D, 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 D. Таким образом, для решения наших домашних заданий достаточно сделать так. Достаточно ввести строчку какую-нибудь. C равняется IN. Вводим строчку. Раз, два, три, четыре, пять. Нет. Так. А дальше сказать. Первая переменная, вторая переменная, третья переменная, четвертая переменная, равняется U-вал от C. И, бац, у нас переменные разложились и наши значения. То есть, если у вас в задаче написано ввести четыре переменные через запятую, вот E-вал, E-вал вам грустно. Сколько это будет работать плетенно или быстрее, если делать это всё руками? Что это? Ну, ввод разделяет на отдельную, там, стыр, сплети и прочее, прочее. А зачем? Ну, чтобы работать быстрее руками или U-вал? Ну, чёрт его знает. Мне кажется, что тут без разницы. Всё равно вы будете вводить. Бедреннее всего работает пользователь, который всё это будет вводить. Самое медленное устройство будет вводить у нас. Давайте напишем программу, что времени у нас принято. Значит, A, B равняется U-вал от input. Через запятую будем вводить. If A больше B, A больше B, print, print, больше. Это было слово больше. А, у меня русский, а, у меня русский переключается на стандартный, пусть вам больше. Хорошо, что будет делать, торопитесь. Что это было? Что ж такое? Я запускаю. Что там? Да. Окей. Элс. 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 Пишите уже по-английски. Да ладно, я запомню. Смотрите. Вот вам программа, которая использует новое для нас на сегодня понятие – inverted block – блок со смещения. То есть последовательность команд питона, которые все начинаются с одной и той же колонки, но не стоит, которая начиналась с одной. Как только у вас двиг сдвигается обратно на предыдущую позицию, вы имеете… Вы имеете… Оказается, каратор на скобке. Вот я для примера, вот видите, привел два каратора внутри… Давайте, допустим… А, там было написано, введите, раз, два. Давайте тут подсказку еще… Упс! Мы начали шанс в программе. Давайте дальше добавим в калозу елит. Обратите внимание, что… Indented block… Вот… Indented block… Здесь вот елит надо написать. Что он елит… А, больше бы… А, меньше бы… А, меньше бы, да? А, меньше бы… 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 Вот… Смотрите… Обратите внимание, что… Indented block – это вещь обязательная. Если у вас, скажем, вложенный условный оператор… Вот… То… Вам пришлось бы написать… If… Вот здесь вот… Дальше снова сравнение… И следующее вложение… Ну, давайте я напишу все… else… Чтобы было понятно, о чем я говорю… Вот так… Вот эта программа… Ну, честно, она написана… Она даже работает… Работает… Она не работает… А, вот эта… Третий L2… А, вот эта… Да, да… Слушай… Вот видите, как все сложно… Вот… Все правильно… А, теперь она работает… Вот… Понятное дело, что если их вложенных операторов немного, то получается такая ступенька, забирающаяся глубоко вправо. И это, в общем, не красиво. Поэтому… И поскольку в питоне это совершенно невозможно превозночить, да? Просто никакими силами… В питоне введен такой неструктурный оператор… Ильин, не структурный оператор… Ильин… Ильин, который нарушает принципы структурного программирования… Вот слушайте… Почему у меня это… Там, это не нужно. Там? О, спасибо большое… Ну-ка… Спасибо, дорогая… Затемись… Ильин, коих может быть, сколько угодно… И у вас вот эти стручки, эти ступеньки внезапно чудесно в околе… Разумеется, с точки зрения выполнения программы, это будет последовательность проверок. Первая проверка, вторая проверка, если есть 30, 40, 50, 50. Но с нашей основной точки зрения вполне нормально это выглядит. Китон не единственный язык программирования, в котором есть ленинг, но китоне без него, конечно, было больше. Разумеется, любой из этих клауз может отсутствовать. В общем, тут все понятно. Ну, давайте еще про простейший оперативный цикл посмотрим на этот язык. Ниже таблицей умножения, да? Итак, добавим а больше нуля, принт, что-нибудь типа а умножить на в равно а умножить на 0, а плюс равно 1. Ну, кстати, сказать, я не знаю, говорил ли я в прошлый раз или нет, что-то плюс равно. Как рискать программированные сихики сквозь джаула? Да, собственно, в китоне чуть-чуть не раньше это появилось, чем в джаула, например. Это то же самое, что а равняется а плюс 1. Я показывал это в прошлый раз. Смотрите, все четко. Пока а больше нуля, мы выводим вот такое сочетание. Ничего такого совершенно нет в операторе цикла питания пока что, да? Условия дальше тела. Обратите внимание вот на что. Особенно те из вас, кого учили именно в факультете программировать, или, может быть, на спутете, но не те люди или еще чего-нибудь. Хотя это, по-моему, у нас может быть нормально. Очень часто говорят, что в цикле две части условия и тела. Это не правда. В цикле четыре части. У вас, если одну из этих частей любую пропустить, то цикл становится ты-вы. Как-то самая корректность превращается в ты-вы. Смотрите. Для того, чтобы цикл нормально работал, нужно, чтобы перед тем, как вы его записываете, вы позаботились о том, что те объекты, которые вы будете проявлять в условиях, установились в начальное значение. Это называется инициализация. В данном случае вы их ввели, но это совершенно не обязательно. Когда там, то есть, а равно не ум, да? Установите объекты. Вот. Дальше идет тело. И дальше обязательно четвертая часть – это изменения тех самых объектов, которые вы будете проявлять в условиях. Если вы пропустите изменения, то что будет вечнее? Если вы пропустите тело или условия, понятно, да? Если вы пропустите инициализацию, вы можете встретиться вот с такой ситуацией. Вайд B больше меня. B минус равно 1. Давайте мы не будем писать input, а напишем здесь AB равняется 5. 23 5. Сколько раз выгон會 mete в этой программе? Но это очень. Хорошие . Ну это очень, спасибо. Сколько раз выгон id оператов криптовой поры? Ну давайте. ваш фрагмент 5 кто сказал 5 был прав почему 5 потому что на следующем заходе у вас уже а совершенно справедливо мы пропустили пункт инициализация когда мы заходим на второй цикл вот сюда у нас а уже меньше нуля, точнее равно нулю и все это цикл не выполняется. Инициализация опять же обязательная часть. Так, что мы сегодня не успели? Мы не успели и, видимо, придется с этого начать в следующий раз, напомните мне, чтобы я не забыл. Мы не успели посмотреть такую важную часть, как Клауза Элс в операторе Вальфа. И ходите прямо сейчас посмотрим. Кто против? Никто. Давайте тогда по-быстрому разберем, где-то в законе. Смотрите, у нас есть домашнее задание типа ввести два числа, вводить по два числа, пока они не станут равны нулю. Ну что-нибудь типа такого. Asp tb tb равняется devolv at int. Сейчас. Да. devolv at int. while a равно 0, or b. Ну, допустим, prim a. Ничего интересного. И снова что мы забыли? Мы забыли изменения. Вот так. Ну, такая программа будет работать понятным образом. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 2. Типичный цикл по вводу. Первый ввод – это инициализация, все остальные вводы – это изменения. Ничего нет. Теперь, предположим, мы хотим проверить, что if a равняется b, b. Мы хотим проверить, что у нас в этих средних пар была одинаковая, хотя бы одна. Хотя бы одинаковый пар. Мы, значит, здесь пишем. Print. Было. Да? Break. Ну, иначе мы пишем «не было». Вот. Обратите также внимание на то, что оператор break прекращает работать. Ну, это, опять-таки, понятно во всех этих пар программированиях. 0,0 выедет и было, и не было? Нет. С 0,0 все будет хорошо, потому что у нас здесь ввод. Но вы правы, у нас в одном случае будет писаться, ну, смотрите. 1, 2. 0,0. Не было. Все хорошо. Не было. 1, 2. 1, 2. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. Ой. Как решается такая проблема в обычных листах программированиях? А? Больно-перемерный, который бы определяло, было или не было, а в конце бы мы проверили, чему она равна, вы или не было. Как решается в истории? Все. Если выход из цикла произошел с помощью брейк, клауза не выполняется. Если выход из цикла произошел, потому что условия в разделе «Условия» больше не выполняются, то выполняется клауза. Типичный алгоритм поиска. Нашли – выполнилось то, что находится вот здесь. Не нашли – вывелись из цикла, потому что цикл закончился, выполнилось то, что находится здесь. Вопросы? Потому что это довольно важная часть, не вполне понятная, но на самом деле понятная совсем. Если выход из цикла произошел, потому что условия закончились, выполняется клауза else точно так же, как if что-то не равно, значит else – другое. Если выход из цикла произошел, потому что вы вызвали брейк явно руками, клауза else не выполняется. Таким образом мы то определяем место, где что-то найдено, где что-то не найдено, например, если мы… Так, значит, о чем я сегодня не рассказал и не расскажу уже. О том, какие тексты передачи можно использовать. Ну, например, рекомендуется использовать джинни. Давайте я начну с этого в следующий раз, потому что моложе. Домашнее задание на сегодня. Давайте я его продиктую, потому что оно есть. И на этом мы закончим разговором. Срок исполнения домашнего задания – две недели. Значит, через две недели домашнее задание считается просроченным и неоценимым. За эти две недели, точнее за одну, вам полагается за если я зарегистрировался. Сейчас скажу, вы где… Думаю – два. Извините. Доброе утро. Сегодня появится конспект лекции, потому что их пока нет. Вночь он не появится. Так. Ну, забыл просто. Забыл это. Вот. Дашь ли задание? Для того, чтобы выполнить домашнее задание, нужно зайти и зарегистрироваться в специальной олимпиаде, на сайте предпроверки домашних заданий, который называется «Еда в СССРУ». Там есть раздел «Регистрация». Вы просто регистрируйтесь и перейдите. И написать программу на питоне, и скрыть ее специальному окошку. Значит, где-то тут, в разделе «Hormone Rules» написано, как это делать. Вот, куда поехать, где регистрироваться. Вот, вот, вот. В чем-то написано, что не надо решать. Значит, задание номер 0. Дописать программу, в которой выводится «Wall One». Просто, чтобы освоили энерфейс «Еда». Задание номер 1. Ввести несколько, ладно, два, ровно два объекта в питоне. И вывести первый из них не нулевой. Ну, то есть, либо этот, либо этот. В данном случае, этот не нулевой. Делается это с помощью «Евала» импута, разумеется. Задание более сложное. Вы вводите центр круга и его радиус. И дальше вы вводите пары чисел, являющихся точками. Все точки слощительными. Которые заканчиваются 0,0. 0,0 – это признак конца «Wall One». Вы должны написать «Ес», выдачить «Ес», если все точки принадлежат к углу, и «Ног», если хотя бы одна из этих углов нет. Еще более сложная задача, на самом деле, это совсем несложная. Вы вводите целое число и вы вводите «Ес», если оно является полиндромом, то есть считается справа налево, слева направо одинаково. И «Ног», если нет, нельзя использовать последовательность. То есть нужно использовать арифметическое. Арифметически это дело не значит. И, наконец, последняя задача, чуть более сложная. Там требуется подумать. Вы вводите некоторое число, от двух до миллиона. Вы вводите «Ес», если это число является натуральной степенью метрового натурального числа. и «Ног», если являетесь. Упражнение на бложный цикл. Включите. Все вопросы по поводу задачек можно задавать мне в телеграмме, в почте, где угодно. Можно задавать прямо там, на сайте EGR. Там есть такая нычка. Простите. Ну, собственно, на этом я заканчиваю. Извините за задержку. Добрый, благополит NAP. Продолжение следует...